Помериться силами и доказать, кто лучше. В наш город приехали молодые боксеры из разных уголков России. Площадкой для соревнований наш город был выбран не случайно. О том, почему соревнования всероссийского уровня прошли в Слаенске-на-Кубани, расскажут наши корреспонденты. Сергей Водопьянов заниматься боксом начал в 15 лет. По несколько тренировок в день, строгий режим дня и, конечно же, прекрасный наставник, разглядевший в спортсмене задатки чемпиона. Все это сделало свое дело. Из любителя славянский боксер превратился в настоящего профессионала. В 2008 году участник Олимпийских игр в Пекине, в 2009 – чемпион России, после – в 2011 – чемпион мира по боксу. Сейчас Сергей готовится к покорению новых спортивных вершин. В Слаенске-на-Кубани Сергей Водопьянов давно не живет. Но в городе, где начиналась его спортивная карьера, чемпиона помнят и любят. И вот на этой неделе Слаенск-на-Кубани стал площадкой для всероссийских соревнований по боксу. На призы заслуженного мастера спорта Сергея Водопьянова. Сегодня продолжается традиция бокса в Слаенске-на-Кубани. Нету, может, таких, как Водопьянов Сергей, но они редко бывают, но они бывают. Но стремимся к этому. Думаю, что найдем. Эти турниры только способствуют развитию бокса и выявлению вот таких вот жемчужин бокса. Более ста спортсменов из разных уголков России приняли участие в соревнованиях. Сборная команда Краснодарского края была, пожалуй, одна из самых представительных. Только из Слаенска-на-Кубани в ее составе было 10 юных боксеров. Среди них Илья Волосов – неоднократный призер первенств Краснодарского края. Мне нравится заниматься боксом, что тут можно подраться, подвигаться, постоять в парах. Участники турнира выступали в своих весовых и возрастных категориях. Самым юным боксерам было всего по 10 лет. Среди почетных гостей, а также в составе судейской коллегии, в этот день был чемпион Московской Олимпиады 80-го года. Представитель Министерства по физической культуре и спорту Шамиль Сабиров. Сергей родом со Слаенска-на-Кубани. Он таких спортсменов на Кубани, боксеров, конечно, очень мало. Он участник двух олимпиад, чемпион мира, многократный чемпион России. И его пример должен воодушевлять всех спортсменов, которые присутствуют здесь. Славянские спортсмены на турнире показали очень хороший результат и принесли в копилку четыре первых места. Победителям турнира вручили кубки, медали и призы от заслуженного мастера спорта Сергея Водопьянова.